Здравствуйте, уважаемые зрители канала Про Цветок. Меня зовут Дмитрий. И сегодня я расскажу вам, как вырастить огромный лук из маленьких семян. А речь пойдет о сортиксибишем. Но я расскажу о том, как вырастить не просто большие луковицы, а луковицы невероятных размеров. Обратите внимание на семена. Настоящие голландские семена покрыты специальным фунгицидным составом. Они зеленого цвета. Если семена без покрытия, наверняка это подделка. Второй этап. Выбираем грунт для рассады. Он должен быть легким, воздушным, с нейтральной реакцией ПАЖ. Подойдет универсальный грунт для рассады. Но перед тем, как высевать семена, грунт нужно обеззаразить. Опять же, используем триходерму. Вносим за неделю до посева 1 чайную ложку триходермы в грунт для рассады для обеззараживания. Итак, приступаем к посеву. Многие совершают большую ошибку, когда используют общие емкости для посева. Высевают семена слишком густо, и рассада вытягивается от недостатка света. Становится тонко от недостатка питания. Я же использую отдельные емкости. Вот такие стаканчики. По 150 мл. В один стаканчик я высеваю по 2-3 семени. Достаточно питания для растений и достаточно света. Рассада получается очень крепкой, и от этого зависит урожай. После посева семена необходимо присыпать тонким слоем почвы. Глубина 3-5 мм. После того, как посеяли, стаканчики помещаем в целлофановые пакеты. Это нужно, чтобы почва не пересыхала, не сохранялась влажность, и семена быстрее прорастали. Температура для прорастания 24-26 градусов тепла. Стаканчики ставим на освещенное место. Это может быть подоконник, либо у вас может быть подсветка дополнительная. И через 7-10 дней появятся дружные всходы. Как только появились всходы, целлофан убираем и ухаживаем как за обычной рассадой. То есть проводим обычные поливы. Подкормок для лука в период рассады не нужно проводить. Но бывают такие неприятности. Рассада слишком вытягивается. Бывает, что не хватает солнца. Как улучшить ситуацию? Для этого подстригаем рассаду ножницами. Когда лук вырастает на 10-12 см, обрезаем его до 5 см. Тогда у нас стебель утолщается, формируется хорошая корневая система. А значит рассада приживется при высадке в грунт отлично. И получится хороший урожай. В начале мая провожу высадку рассады в грунт в возрасте 60-65 дней после посева. Это первая декада мая. На подготовленной грядке размечаем рядки. Значит расстояние между рядами примерно 25-30 см. Между растениями около 15 см. Дело в том, что луковицы вырастают большие, а значит им нужно много места для роста. Чтобы было достаточно питания и света. При посадке растения заглубляем на 1-2 см. Чтобы они хорошо укоренились. Надо сказать, что в начале мая могут быть еще возвратные заморозки. Однако для лука это не проблема. Ведь лук морозоустойчивая культура. И он не боится легких ночных заморозков. В отличие от теплолюбивых растений. После высадки в грунт рассаду необходимо полить. И накрыть белым спонбондом. Это нужно для того, чтобы растения были немножко притянены от солнца. И лучше прижились на новом месте. Через 2 недели после посадки проводим первую подкормку. Для первой подкормки я использую обычную бродиловку из травы. Рецепт есть на нашем канале. Уход за луком Exhibition в дальнейшем, как и за обычным луком, нужны поливы, при необходимости подкормки и прополки. Как видите, лук Exhibition не так уж сложно и вырастить. Пользуйтесь данными советами и у вас обязательно вырастут огромные луковицы. Такие, как вырастают у меня. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч.